всем привет меня зовут сергей лугунов сегодня мы с вами поговорим о фундаментальном анализе честно совсем не запланированный ролик я приехал в офис надо было сделать несколько важных вещей и я подумал о том что надо бы записать что-то о чем меня чаще всего спрашивают собственно на канале есть немало роликов по разбору сделок где я показываю то как отрабатывают ту или иную новость получилось заметить эту новость в каких-то новостных источниках и отработать собственно из-за этого и возникают у многих вопросы как я это делаю как я это отрабатываю вот но давайте начнем самого начала самого начала наверно для трейдера внутри дня слишком громко говорить о том что он использует в своей торговле именно фундаментальный анализ фундаментальный анализ он в принципе больше подходит именно определение именно трактовка того как она должна быть подходит больше для инвесторов для трейдеров которые торгуют скорее всего среднесрочно для трейдера внутри дня фундаментальный анализ опять же на мой взгляд слишком громко звучит объясню что такое в принципе фундаментальный анализ это оценка компании дорогая она дешевая на стоит ли ее купить в тот же портфель например либо среднесрочно либо не стоит либо вообще в принципе стоит работать от шорта например вот вдруг она переоценена и ее надо шортить такое вполне возможно для трейдера внутри дня важно просто увидеть новость даже иногда не обязательно видеть новость достаточно того что ты знаешь что она выйдет сегодня а если еще есть какое-то конкретное время то вообще прекрасно существует всевозможные отчетности компании например по мсфо по рсбу кто не знает что это такое можете загуглить посмотреть существуют всевозможные консенсусы прогнозы каких-то отдельных аналитиков каких-то рейтинговых домов например что тоже непосредственно влияет на котировки компаний в отдельных случаях существуют какие-то операционные результаты компании производственные результаты компаний все это наверняка что-то я упустил ну собственно этот ролик не для того чтобы глубоко окунуться в эту тему что так или иначе влияет на котировки бумаг собственно для трейдера внутри дня достаточно на самом деле знать что например сегодня выйдет отчетность по мсфо а какая она хорошая плохая это уже на самом деле второстепенно почему потому что задача трейдера внутри дня следить за стаканом и все равно все равно первый источник это будет стакан цен а в стакане цен мы увидим всю реакцию крупных участников тех же крупных инвесторов тех же каких тех же фондов банков и так далее и наша задача распознать что появился какой-то крупный участник и отрабатывать и отработать вместе с ним какой-то импульс собственно не всегда получается так что по компании вышла какая-то отчетность либо вышла какая-то вроде как на первый взгляд позитивная новость она после этого растет далеко не всегда это происходит поэтому для трейдера внутри дня важно повторюсь увидеть крупного участника и вместе с ним отработать ту или ту или иную новость если трейдер умеет распознавать еще какие-то ключевые уровни по бумаге то это на самом деле большой плюс и даже наверное стоит сказать наоборот что важно уметь отрабатывать какие-то новости по инструменту с технической картинкой которую он нарисовал до этого поэтому трейдером я рекомендую для начала распознавать какие-то технические модели ключевые уровни по бумагам а уже потом ожидать публикации этих или иных новостей много всего сказал и кажется что ничего не понятно давайте я немножко подытожу собственно как трейдеру внутри дня отработать те или иные вещи касательно фундаментального анализа наша задача промониторить все новостные источники выявить инструменты у которых есть какой-то новостной фон публикации отчетности производственных результатов каких-то прогнозов возможно по чистой прибыли по и беда и так далее и тому подобное и уже потом нарисовать какие-то технические уровни по этому инструменту и просто ждать что же выйдет по той или иной бумаги вместе с этим мониторить стакан что же там происходит подставляют ли какие-то крупные лоты в лонг начинают ли распродавать сливать бумагу и вместе с этим необходимо отрабатывать те уровни которые вы определили на самом деле новости это очень сильный драйвер для инструмента и как правило если новость неожиданная то движение сверх сильные происходит все мы помним когда объявили дивиденды по газпрому когда бумага улетела там больше 20 или 30 процентов сразу наверх собственно новости это очень сильный драйвер но в симбиозе с техническими какими-то моментами где вы понимаете что после пробоя такого-то такого-то уровня может быть там срыв стопов либо появится на порту наоборот интерес у покупателей если мы пробиваем вверх соответственно это дает дополнительные основания для отработки поэтому всегда используйте и новости то есть фундаментальные вещи по инструментам и технический анализ собственно это все едино наверняка будут вопросы по новостным источникам я всем уже наверное написал про них но я повторю еще раз первое это бкс есть новостная лента можно использовать только интерфакс в целом второе это марки твитс в телеграме есть есть сигналы рцб есть аленка капитал это новостной источник это платный новостной источник но если вы занимаетесь инвестированием то в принципе я думаю не жалко будет потратить денежку также это бкс ожидаемые события на текущую торговую сессию вот собственно эти новостные источники я использую если вы используете какие-то еще напишите поделитесь в комментариях возможно есть еще что то что можно использовать будет очень интересно напишите свои мысли по фундаментальному техническому анализу в комментариях мне тоже будет интересно почитать ролик получился достаточно ненавязчивый полностью экспромтом и даже даже не обдумывал о чем буду говорить но в целом я думаю кому то будет полезно поэтому буду рад вашим комментариям обязательно поставьте свой трейдерский лайк если вам понравилось еще чуть не забыл 16 июня стартует быстрый старт если хотите присоединиться к нашему сообществу трейдеров то добро пожаловать в эту группу оставляйте заявку на сайте я вам позвоню и отвечу на все вопросы и спасибо что досмотрели до конца всем хорошего трейда пока